Дорогие друзья, открывая дом спорта, мы демонстрируем не только нашу любовь в спорту, мы также формируем массовую культуру здорового образа жизни, массовую культуру здорового боления за нашу команду. Болельщики и спортсмены Ульяновской области, несомненно, рады такому подарку. Дом будет работать до самой весны, здесь будут проходить встречи со спортсменами и различные турниры. Ведь для области важно вырастить не нескольких чемпионов, а сотни лучших спортсменов. Наша задача регионов готовить спортивный резерв, а для этого есть такое казенное слово, календарный план спортивных массовых мероприятий. И вот сейчас задача его перестроить так, чтобы он действительно в свои сети вовлекал молодежи, детей, взрослых, начиная от старой кулатки, кончая сурским районом. Молодежи в этот день было действительно много. Каждый хотел испытать свои силы в той или иной зоне. Вот, например, игрок хоккейного клуба «Волга». К настольному хоккею пробраться еще не успел, но эмоциями от праздника поделился. Я считаю, что такие мероприятия, в том числе как открытие этого дома спорта, надо проводить регулярно. Это положительно сказано население, популяризация спорта, я думаю, это очень важно в нынешнее время. И, к счастью, могу сказать, что много моих друзей занимает спорт индивидуально или групповые занятия. И это радует. Для многих граждан спорт стал смыслом жизни, а для кого-то – лишь временным модным явлением. Последнее время появилась некая мода на спорт, на правильное питание. Хорошо это или плохо, мы спросили у секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева. Мода – это же тоже неплохо. Не надо к слову «мода» относиться негативно. Мода – то, что подталкивает к чему-то людей. И правильно, и пусть подталкивает. Если бы мода была на пьянство, тогда было бы плохо. А если бы мода на спорт, то это хорошо. Рядом с Домом спорта на ледовом катке свои умения продемонстрировали ульяновские фигуристки. Разогрев выступлением лед, девушки уступили место хоккейной команде, номер которой и стал завершающим в этом мероприятии. Кристина Жакот, Константин Никитин. Новости ульяновской правды.